В воскресенье, выходной день, протестанты суббота, но мы, ладно, тоже иногда ради протестантов. И, значит, если бывает спасменная работа, вот я слышал от тех же протестантов, которые как адвентисты седьмого дня. В субботу попадает у них смена, они, значит, просят других людей или там платят, чтобы они за них отработали. Это же, получается, не по Евангелию, получается, как даже вола надо освободить от работы, а они, получается, нанимают других людей, чтобы они за них в этот день работали, смену их отработали. Ну, видите, закон к язычникам, как говорит, если у тебя удавление будет, что-то там, курица задавилась, сам не ешь, а язычнику продать можешь. Это прямо Писание говорит, это разрешается. Они все равно не понимают этого. Пост есть, наши приезжают сейчас во время поста, а молоко там, мясо торгуют. Почему? Ну, люди не постятся. На них как этот закон? Он не распространяется. Им это не надо даже. Поэтому мы должны быть благоразумны здесь, как поступить в данном случае. Вот они не соблюдают, а поэтому их спрашивать нечего неверующих. А субботник здесь. Неразумная власть заставляла работать, он так понимает. Ну, и надо, чтобы в воскресенье он не работал. Они работящие такие люди от 27-го дня. Он тебя наворочит за 5 дней, тебе говорят, на двоих не разделить. Нет. Взяли в армию его. В субботу его вытаскивают из Голдвахты. На работу он опять не идет. Мальчишка. Они опять ему дают 5 суток или 6 суток. Он опять специально, чтобы сломать его. И он всю службу просидел. Просидел и остался живой. А в это время кто-то погиб где-то. Ну, то есть уступки власти не делают никуда. Ломают. Ну, власти говорим о тех, кто рядом. Там дундук какой-то. А если человек по-настоящему, то даже мирской. Он это понимает. Я не могу сказать. Ну, документов у меня нет таких. Будто бы Ленин советовал ставить, ну, в трудные годы, когда было, на разными завскладами, продуктами верующих, чтобы не было воровства и не шли на сделку настоящих верующих. Я вполне допускаю, что могло быть такое. Потому что это было бы правильно. Так что, если они подменяют вместо себя, первые христиане, было такое, чтобы жертву идольскую не приносить, они вместо себя посылали кого-то. Паспортов-то не было. А их там записывало под их именами. Им какое-то небольшое, маленькое пятимья было. Главное, они не принесли. А тому-то разницы нет, как принести. Но церковь это не одобряло, но и сильно не осуждало. То есть были такие наемники. Так и сейчас так бывает. Они вместо меня отработают, да. Вот у меня было в армии пост идет. Но я же в армии. Там нагрузка была большая. Я мясо отдавал, там что есть, на мясном варят-то. А они мне компот давали. А я ему отдаю, потому что он все равно не верит. Они радовались. Он говорит, глупый, в компоте-то какие там калории? То есть надо смотреть тут тоже благоразумно. Хороший вопрос. Все. Василий, ты не ушел? Спасибо, Христос. Василий. Ушел, наверное. Спасибо, Христос. Здесь ты. Так вот я тебя спрашиваю. Вчера я тебе скинул там на три минуты-то ролик-то. Ты его сделаешь, не забудь мне прислать. Да, да, сделаю, сделаю. Я вот только набрал. Так, а под твоими роликами, которые ты там сумел оцифровать, я поставлю твое имя, фамилию, на тебя сошлюсь, что твоя работа. Ты не против? Там мне без разницы, сошлитесь. Ну да, но люди обычно говорят, вот тот-то там работал, фотография кому принадлежит. А тут не поговорили, я ролики-то выставил, ты главную работу сделал, ты их оживил. 50 лет назад было снято, и ты достал наших родных, отца, матери, увидели, что они живые и ходят, хотя их уже и нет на этом свете. Ты большое дело сделал, спаси тебя, Христос. А о чем говорил, писал, батюшка приедет в пятницу, мы с ним переговорим. Все хорошо. Ты посмотри последние ролики, как они там со снегом борются, какие траншеи роют. Хорошо. Все привезли из Потеряевки, я посмотрел. Вовсе двух метров, наверное, с половиной, и метров, наверное, я не знаю, метров триста. Вся деревня там работает, ну зайдите на наш Ютуб. Да-да, я захожу каждый день там. Я сегодня выставил, но у меня на сегодня получилось, я выставил 12 роликов за день. Ого. Сейчас глянем. Ну ладно, все тогда, у кого что есть. Все, до свидания. До свидания. Спасибо, Господи. На вашем поклону. Все, отхожу. Я сейчас выключу. Подожди, подожди, не отходи. Володя, пусть забежит. Володя, пусть забежит.